Золотой человек с Алексеем Лысенковым на Авторадио Приезжают к своим читателям на автобусе Барто, Михалков, Носов и Пушкин Все они пассажиры необычного автобуса Заходишь в салон и будто попадаешь в уютную комнату Стены здесь окрашены в зеленый цвет Вместо сидений удобный диван, мягкие подушки, теплые пледы И повсюду, разумеется, полки с книгами Ну вот здесь вот у нас обычно такая выставка И мы или какие-то тематические книжки расставляем, или новинки Или потому что нам самим хочется сегодня, например, выставить Здесь сказки, и вот чем дальше, тем более такая сложная подростковая литература Книжки про школу, про смысл жизни, про животных Такие девочковые книжки То есть мы стараемся расставлять книжки по смыслу и полки Каждая полка, она несет какую-то такую вот идею Каждый раз автобус отправляется по новому маршруту В школу, интернат или в детский дом Здесь можно и купить книгу, и почитать, и обсудить, и даже встретиться с автором Все это, как вы понимаете, придумано с одной целью Привлечь детей к чтению Когда заходят, они обычно сидят, вау Мне так нравится, ужасно То есть это на самом деле самое интересное, что в этом есть Что вот идея создания атмосферы, такой вот прикольной вокруг чтения Она самим автобусом уже создана Ну вот этой необычностью, интересностью, какой-то такой вот доступностью Таким теплом, уютом, цветом Они заходят и сразу проникаются Идеи, что книжки это прикольно И судя по тому, с каким интересом школьники рассматривают здесь книги Эта идея работает Мне очень нравится, здесь очень-очень много книг И они все разные Книги о любви, о путешествиях Рассказывают о жизни В книжном магазине занудные книги бывают Здесь можно посидеть, отдохнуть, почитать книжки Вот бывают книжки 3D, да, можно их посмотреть, которых нет в магазинах По образованию Анна Тихомирова психолог Пока работала в Центре помощи подросткам Мечтала, что когда-нибудь откроет для детей богатый мир литературы Ведь сама она с детства любит читать И вот как-то раз, посмотрев со старшей дочкой голливудскую мелодраму «Вам письмо», где главная героиня, владелица уютного книжного магазинчика Аня загорелась создать нечто подобное А потом задумывалась А как часто дети сами заходят в книжный магазин? В основном книги малышам покупают взрослые Причем часто ориентируясь на свой собственный вкус Тогда Анна и решила Книга сама должна прийти к ребенку Так появился социальный проект «Книжный автобус-бампер» Друзья поддержали идею Ани И вскоре образовался круг единомышленников Те книги, которые я читала в детстве Допустим, моя дочь не принимала Я читать это не буду И, понятно, нужно было какие-то другие Современные книги, которым она может присоединиться А выбор сделать в этом многообразии Где сейчас печатают кто угодно, что угодно, как угодно Ну, выбрать хорошую литературу сложно И поэтому идея, что в одном месте Могут быть собраны прекрасные книги Такие отобранные, вычитанные И создавать атмосферу Мне она очень понравилась Да, надо сказать, Аня очень тщательно подбирает Ассортимент для своего магазина на колесах Книги здесь исключительно интересны Кто знает книжки про Тату и Пату? Я обожаю! У нас новая И красиво оформленные Это тоже обязательные условия Есть как бы классическая литература С ней просто есть небольшая проблема Как большая, небольшая К сожалению, она практически не издается хорошо Вот все, что считается обязательным для школьников Издается на туалетной бумаге Соответственно, таких книжек у нас нет Если книжка издается хорошо Несмотря на то, что она классическая И обязательно должна быть То она у нас скорее есть Самое сложное в этом деле, говорит Аня Объяснить детям, что читать нужно не потому, что нужно А потому, что это интересно И еще полезно Мы когда в школу приезжаем У нас вообще нет задачи Чтобы дети, которые сюда приходят Покупали книжки То есть это задача Но у нас другая идея От того, чтобы вообще рассказать Объяснить, какие бывают книжки Как ориентироваться в книжном мире Или может быть вообще какие-то Такие познавательно-теоретические Психологические идеи Ну вот, например, там про Что делать, если родители ругаются Или как себя вести, если ты чувствуешь себя одиноко Ну вот, какие-то такие вещи Которые совсем Ну, то есть связаны с книжками косвенно Ну, представляете, то есть вы делаете что-то Что никто еще до вас не делал Как могут к этому отнестись другие люди? Специфически Хорошо Специфически хорошо А еще? Специфически это как? Непонятно Непонятно То есть могут не понять себя, да? И не принять вообще то, что делать На самом деле решиться делать что-то новое Довольно сложно Согласны? Держи Но только не для нашей героини Большую часть средств от продажи книг Анна тратит на благотворительность Отдает школьным библиотекам и детским домам Остальное уходит на обслуживание автобуса Бензин и, собственно говоря, на покупку новинок Кстати, хорошие красочные книги Аня принимает в дар И за неделю у нее собирается приличное количество Коробки четыре Ну и самое главное Несколько раз в месяц Аня вместе с единомышленниками Приезжает в дома-интернаты и школы Чтобы подарить все это богатство детям Здравствуйте, Ольга Тельяковна Вот сегодня для вас Вот мы насобирали книжек Мы очень рады знакомству Которое продолжается у нас так давно И я считаю, что очень много делали Для нашей школы, для наших детей Команда книжного автобуса «Бампер» За три года существования Проехала уже полстраны Подарив книги детям Из Вологды, Череповца, Великих Луг Пскова, Смоленска, Воронежа, Ростова, Казани А в некоторых городах Ребята и вовсе устраивали целые проекты У нас был большой проект в Обнинске Мы работали со всеми школами Обнинска И каждой школе оставляли в библиотеку книжки И из всех детей мы проработали Еще там 700 с чем-то детей Было на наших программах Пятый, шестой класс Из них половина пришли в библиотеку Это, мне кажется, очень крутой результат То есть раньше не ходили А теперь пришли за этими книжками И, собственно говоря, узнали дорогу вообще в библиотеку Да, друзья, в наше время Подскасать дорогу в библиотеку Это, согласитесь, сильно И, несомненно, достойна премии Авторадио Статуэтки золотого человека Аня, за активную социальную позицию От детей и взрослых Примите вот такую награду Вы золотой человек Вот это да Спасибо От детей и взрослых Спасибо Сейчас Аня мечтает о новом большом автобусе В котором можно было бы путешествовать Отвозить детям, живущим в дальних регионах Интересные книги А еще она мечтает открыть детский сад И большой книжный клуб Ведь, несмотря на все гаджеты Социальные сети и интернет Ничто не может заменить печатную книгу Есть в ней все-таки какое-то волшебство Золотой человек С Алексеем Лысенковым На Авторадио Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!